В наше время толерантность является очень спорным вопросом. В обществе возникает множество противоречий во взглядах, но нужно ли избегать конфликтов? И сегодня мы узнаем мнения случайных прохожих о проблеме толерантности. Как вы понимаете толерантность? Слово толерантность? Вообще не так, как говорится. Вести как. Но вы знаете, что это такое? Нет. Вы хотите узнать? Хочу. Я понимаю толерантность как терпимость к всем людям, вне зависимости от их мнения, расы, вероисповедания, национальности и так далее. То есть отсутствие разделения людей. Ну, толерантность — это нормальное отношение и к людям, и к каким-то событиям. Это терпение принятия чего-то. Терпеливое отношение к кому-то, к чему-то, к каким-то процессам, к людям. Терпимость к человеку. Для меня, например, это когда я не веду себя слишком агрессивно по отношению вообще к любым людям. Уважаю их личное пространство. Потому что каждому человеку может по-своему быть тяжело. И это нужно понимать каждому, чтобы самому себе не делать жизнь в обществе сложнее. А в каких сферах жизни, по-вашему, может проявляться толерантность? Ну, в общем-то, в большинстве случаев жизни. Ну, есть исключения из этого. Если я иду, и на моих глазах кто-то будет кого-то драться, убивать, кого-то насиловать, я к ним проявлять толерантность не буду. Во всех. О, кстати, да, к людям из периферии. Вот вы еще сталкивались в жизни с нетолерантностью? Да. Я родилась на Байконуре, жила в закрытом городе, в Казахстане. Мы живем с большим количеством людей, казахов. Они не любят, мягко говоря, русских. Многие не любят казаков русские, потому что у них есть деление, например, на жузы. Высший, средний, низший. И в зависимости от этих жузов они по-разному себя ведут в обществе. Ну, совсем не культурно, например. Они могут вести себя абсолютно... Ну, никак не обращая на тебя внимания, ты как бы для них тестое место даже. Почти каждый день. Постоянно. Да, конечно. Ну, чаще люди проходят и говорят, что им просто не нужно. Нетолерантные отношения, как правило, когда мы там в таком виде приходим на работу или еще куда-то, особенно женщин касается. Конечно, люди многие это просто не понимают. И для них это... Они говорят, мы веруем, но не настолько фанатично. Нет. Нет. Вы когда-нибудь были к кому-нибудь нетолерантны? Пьяными людям. Я слишком грубо общался и относился с людьми, к которым я отношу, мягко говоря, к боеву. Только если в юморе, условно говоря, какие-то шутки, может быть, я как-то могу отпустить. Не очень толерантно, но это не отражает моего отношения к делу. Есть только две категории людей, от которых я откажу. Есть одна категория выпендрюжники такие, нос кверху такие крутые. С ним говорить я не о чем говорить. А есть другая категория людей, я называю их нытиками. Он все ноет, ноет, все плохо, плохо, плохо. Что с ними говорить об этом? Поэтому я от них тоже ухожу. Вы к нам подошли, вы нас спросили про Грибоедова. И это сплетается, знаете, с образовательной толерантностью. То есть какой-то человек не имеет представления об искусстве, о литературе, и поэтому к нему идет предвзятое отношение. Если бы мы не знали, кто такой Грибоедов, у вас бы было какое-то отношение к нам? Ну спокойно, надо ему, если что-то меньше знает, тогда надо с ним поговорить, чтобы он больше чего-то узнал. Какую толерантность вы бы назвали самой важной? Это для многонациональной страны и многонациональной Москвы. Я считаю, что главная толерантность – это толерантность к людям разных национальностей, вероисповеданий и так далее. Национальной, политической. Я думаю, что это комплексное понятие, если хоть что-то не соблюдается. Ну, в общем, не надо разделять толерантность, я думаю, что это единое понятие, которое не разделяется на разные виды толерантности. Я думаю, что нет более важной и менее важной. Мы можем сказать, что у людей есть поверькненное понимание толерантности. Люди выделяют такие виды толерантности, как толерантность гендерная, толерантность возрастная, толерантность национальная Но считают, что в нашем обществе все еще есть куда стремиться к принятию друг друга